Пятница 13 оказалась несчастливой для водителей, припарковавших свой авто под запрещающими знаками у одного из торговых центров города. Даже таблички, изображающие эвакуатор, не заставили нарушителей задуматься и оставить авто, к примеру, на платной стоянке поблизости. Теперь черед госавтоинспекторов. Две недели назад дополнительная табличка в зонах действия запрещающих знаков появилась на улице 8 марта. То есть две недели мы не эвакуировали транспорт с этого участка уличной дорожной сети, чтобы водители привыкли к тому, что стоять здесь запрещено и что это чревато. Соответственно, думали уже о том, где им удобнее будет припарковаться. Сегодня мы впервые эвакуируем транспорт с этой улицы, впервые с момента установки данных табличек. Девушка-водитель этой иномарки совсем недавно получила водительское удостоверение и уже допустила грубейшую ошибку, оставив авто под запрещающим знаком. На счастье, в машине остался ее отец. Авто не эвакуируют, но автоледи придется заплатить штраф – полторы тысячи рублей. Шопинг оказался затратнее, чем она планировала. Рядом еще одна машина, номера Ярославские. Автовладелец так и не появился. Железного коня грузят на подъемник. Буквально три минуты и машину увозят в неизвестном направлении. Можно только представить недоумение ее владельца, который не обнаружит авто там, где его оставил. В данном случае он должен приехать в дежурную часть, где ему выписывают штраф в размере 1500 рублей за нарушение части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение требований, запрещающих остановку или стоянку в зонах действия знаков, запрещающих данную остановку либо стоянку. Далее ему выдаются разрешительные документы и с этими документами он едет на штрафстоянку, где оплачивает услуги эвакуатора, а также почасовое хранение данного автомобиля на штрафстоянке. После этого он может забрать свой автомобиль. Подобные знаки и таблички в городе установлены на улицах 10 августа Батурино, Шубиных, проспекте Ленина, а теперь еще и здесь. И рейды по эвакуации машин нарушителей проходят не только в Черную пятницу, а регулярно. Так что водителям следует лучше заботиться о сохранности своих транспортных средств и парковаться правильно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.